Программу здорового питания планируют внедрить в школах Казлардинской области. Благодаря детально разработанному рациону, специалисты надеются улучшить здоровье учащихся. То, что газировка и фастфуд так популярны среди детей, обостряют различные заболевания, это факт. О новшествах в работе школьных столовых приорали. А материал Алибека Байшулинова. В 273 школах Казлардинской области обучаются около 164 тысяч детей. Больше 25 тысяч из них обеспечены одноразовым горячим питанием. Но, как заявили специалисты образования, с этого учебного года планируется увеличить финансирование питания, повысить калорийность пищи и внести изменения в меню. Разница в том, что раньше меню составлялось на две недели, теперь будет на четыре. Причем теперь каждый день будут новые блюда с улучшенным минерально-витаминным комплексом. Это позитивно скажется на развитии организма детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в области не завтракают около 50% школьников и 80% студентов. Неправильное питание и злоупотребление фастфудом вызывают у них различные хронические заболевания. Но проблема решаема, если внедрить новые программы. Вот этот проект, который будет внедряться в наши области, он уже апробирован. Нурсултан уже работает по этому проекту. Надеюсь, что этот проект даст свои положительные результаты. И это приведет к тому, что у наших школьников в Казарнинской области будут привиты навыки правильного питания, что приведет в свою очередь к оздоровлению школьников. Так, в регионе на основе опыта передовых стран мира планируется внедрить региональную программу здорового питания и адекватной физической активности школьников. Благодаря рациональному использованию диетологических технологий за три года можно улучшить здоровье учащихся от 37 до 43%, считают специалисты. Успеваемость улучшить состояние здоровья школьников, поскольку именно в эти годы окончательно формируется детский организм. И если мы сегодня сделаем так, что наши дети будут выносливые, конкурентоспособные, то по всей оставшейся жизни мы получим в будущем хороших граждан. В развитых странах мира вопрос школьного питания, здоровья школьников относится к приоритетам национальной безопасности. Для улучшения состояния школьных столовых в регионе планируется реализовать совместные проекты с предпринимателями. Так, в рамках государственно-частного партнерства в следующем году за счет средств предпринимателей обновят и оборудуют 41 школьную столовую. А госзаказ им предоставят по количеству детей, охваченных питанием. Алибек Большуленов, Ханат Ясибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, Хабар, 24.